В Астане сегодня в преддверии Дня Защитника Отечества открыли новую авиационную базу Национальной Гвардии. Участие в церемонии открытия лично принял глава государства. Президент поздравил участников мероприятия с наступающим праздником и ознакомился с образцами новой авиационной, боевой и специальной техники вооруженных сил и других воинских формирований. Тимур Саппар расскажет подробнее. Оснащение вооруженных сил Казахстана было, есть и остается одним из важных аспектов государственной повестки. Национальная гвардия страны – подразделение особое, потому открытие собственной авиационной базы в столице, которая до недавнего времени располагалась в Алматы – событие долгожданное. Открывая военный объект, глава государства подчеркнул, это важно не только для Нацгвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза не только повысит потенциал силовых структур, но и обеспечит возможности для оперативных вылетов авиации. Новая авиационная база Национальной гвардии имеет всю необходимую инфраструктуру и воздушный транспорт, как для прохождения службы здесь, так и при случае необходимости переброски личного состава грузов и летной техники в любую точку нашей страны, а также за ее пределы. К примеру, вот на этих новых самолетах китайского производства ЮАИ-8, которые недавно пополнили авиапарк базы, гуманитарную помощь отправляли в регионы Казахстана во время паводка, а также за рубеж в Сирию, Турцию и Афганистан. К слову о паводках, президент в ходе церемонии отдельно отметил, что во время беспрецедентного наводнения в нашей стране военнослужащие были на передовой. Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом. Сегодня в рядах нашей армии служат настоящие профессионалы своего дела, подчеркнул Касым Жумар Тухаев. Напомню, военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на голландских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене. Обращаясь к военнослужащим национальной гвардии, Касым Жумар Тухаев отметил, что они, как часть вооруженных сил нашей страны, всегда будут надежным щитом интересов нашей суверенной республики, незыблемой опоры мира и стабильности. Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкургане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты. Военнослужащие продолжают славный путь храбрых батыров и мудрых предков, отметил президент, поздравляя их и с предстоящим днём защитника Отечества. Арм Создар Сарбаздар! Слух, лим Сурабаздар! Наши солдаты и офицеры обладают отличной боевой выучкой, превосходно владеют оружием и техникой, способны безупречно и эффективно действовать в самых сложных условиях. В прошлом году по поручению Городного государства была оказана гуманитарная помощь Турецкой Республике в связи с землетрясениями, соответственно, на данном борту, борт 01 Е8 и в ДСВ, осуществлялась перевозка грузов, это различные медикаменты, юрты и предметы первой необходимости. Самолет закомендовал себя с очень хорошей стороны, способен перевозить 20 тонн груза и либо 86 человек пассажирами. На территории авиабазы, кстати, площадью аж в 33 гектара, главе государства продемонстрировали образцы. Новые авиационные, боевые и специальные техники вооруженных сил и других воинских формирований. Как доложили президенту сейчас, на базе созданы все условия для выполнения боевых задач любого уровня. Наличие инфраструктуры, имеющейся на территории авиационной базы, вполне позволяет готовить личный состав летчиков для управления силами и средствами авиационной базы, их моральной, боевой и командирской подготовки. Существуют такие объекты, как штаб, культурно-досуговый центр, спортивный зал, столовая, казарма для батальона аэродромно-технического обеспечения и, как вы видите, все объекты для обеспечения полетов самолетов и вертолетов. Аналогов такой авиабазы, как отметили в руководстве, Нацгвардии нет во всем Центрально-Азиатском регионе. В ближайших планах у подразделения приобрести еще три китайских самолета ЮАЙ-8, а в перспективе развернуть авиационные отряды во всех регионах нашей страны. Стоит отметить, что расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиаподдержку подразделений Нацгвардии, поведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших. Тимур Сапар, Ерлан Орысбаев, Аламас Омаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ.